Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Катя Кауфман скучает по острову, по всем тем людям, которые её там окружали. Хотя на поляне мне очень нравится, пишет Катя. В моём появлении здесь есть огромное преимущество. Я и сама не ожидала, что так быстро найду свою любовь. Спасибо Дому-2 за то, что даришь столько эмоций и за то, что я встретила моего любимого Илью Яббарова. Катя Кауфман записала видеоблог совершенно без макияжа. Вы постоянно пишете, что хотите увидеть девочек с острова без макияжа. Ну вот, я и воплощу ваше желание в жизнь. Я проснулась 30 минут назад, поэтому немного опухшая. И как я вам без макияжа? В городских квартирах состоялись съёмки очередного субботнего ток-шоу. На Олимпе были Тимур Карафудинов, супруги Салибековы. Юля Салибекова пишет, обсуждали самые животрепещущие темы. Было много эмоций, было много обсуждений и даже драка. Новенькая участница Саша Перетядько, которая приходила к Саше Вейсу, защищается от нападок участников проекта. Девушка пишет, сегодня ребята набросились на меня, утверждая, что я полигамна, что у меня нет чёткой позиции. Я с этим не согласна. Никто из парней искренне не выражал ко мне свою симпатию, а мне неинтересно стараться впустую. Дима Дмитренко играл со мной, чтобы троллить и проучить Рапунцель. И Саша Вейс тоже обратил на меня внимание с этой же целью. А на самом деле я тайно влюблена, но это тщательно скрываю. Мама Саши Гозиас вместе с её дочкой уехали домой. Оказывается, на проект они просто приезжали ненадолго в гости. Костя Иванов пишет, я познакомился с дочкой Саши, Софией и с мамой Натальей Ивановной. Расскажу свои впечатления хорошей девушке. София красивый ребёнок, с ней мне легко было найти контакт. Наталья Ивановна мудрая женщина, со своим уставом не лезет, на провокационные вопросы ведущих отмалчивалась как партизан. И как только эти хорошие девушки покинули проект, произошёл очередной конфликт между Костей и Сашей. Влад Кадоний рассказывает, Гозиас рыдает в туалете на полу, потому что Костя снял грязный носок с ноги и во время конфликта запихнул Саша его в рот. Я сижу в шоке, а Костя, как ни в чём не бывало, копается в телефоне. А теперь перенесёмся на остров любви. Ваня Барзиков и Ира Пинчук всё-таки помирились. Ребята объявили себя парой. И мега новость! Было подозрение, что Лиза Полыгалова беременна. Её подруги настояли на том, чтобы она сделала тест на беременность. Ну а подробности мы увидим через неделю в эфире. Марина Мексика простила Саше Задойнову его предательство. Ребята снова находятся в паре. Ведущая новостей Дома-2 Катя Жужа помирилась с мужем. Парочка снова вместе. Они находятся вместе в Санкт-Петербурге и, судя по всему, счастливы. Фанаты не понимают, было ли это расставание обыкновенной ссорой влюблённых или они таким образом устроили себе пиар. Бывшая участница проекта Алёна Юдина участвовала в конкурсе красоты. Девушка пишет «Ура! В ноябре в Болгарии я представляю Россию на международном конкурсе «Супермодель вселенной». Надя Ермакова написала милый пост. Оглядываясь назад, понимаю, как же я сейчас счастлива. Наверное, стоило пройти в жизни все испытания, получить пинок от судьбы, чтобы сейчас понимать и благодарить жизнь за то, что у меня есть. Когда-то я доказывала всем, чего стою, начиная от мужчин и заканчивая друзьями. Теперь же я просто живу и наслаждаюсь, чего и всем желаю. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.